Я думаю, он закончится так же в ничью, 0-0, только не уже. Ну, хотел бы, конечно, чтобы выиграли. 1-1. А почему? Ну, что-нибудь забьем, но не пропустить тоже не можем. Думаю, выиграют 1-0. Почему вы так уверены? Ну, ситуация так подводит, что им просто невозможно не выиграть. Уже столько ожиданий, столько надежд на них. И тренер, в общем-то, солидно очень подошел за этот период подготовки. Поэтому, я думаю, все реальные шансы есть показать себя, ребят. 1-0, думаю, наша выиграет. Почему? Не знаю, мне так кажется. Хочу в наших верить, в кого же не в Бельгийстве уже верить. 2-1, мне кажется, мы сделаем. Почему? Ну, потому что мы сейчас чуть-чуть сильнее стали, чем были прежде. Мне так кажется. Или мой патриотизм российский. Ну, мне кажется, что закончится со счетом 2-1 в нашу пользу. Команда наша победит, потому что этот чемпионат мира, он очень непредсказуемый. И даже самые слабые команды выигрывают у самых сильных. Я думаю, победит Россия со счетом 1-0. 1-1. Почему? Бельгийцы больно хороши в последнее время. Россия выиграет 2-1. Ну, потому что, не знаю, хочется, чтобы это случилось наконец. Болеем за сборную. С корейцами, конечно, не показали того футбола, какого хотелось. Будем надеяться и верить. Игра будет достаточно равной. Хотя у бельгийцев больше игроков-исполнителей. В атаке лучше играют. Но я думаю, что ничейный результат более вероятен. Как-то особой комбинации никаких ты не увидел даже в первом матче. Забили, молодцы, да. Хотелось бы, конечно, за наших болеть. Но, честно говоря, от первого матча я ожидала больше. Поэтому, дай бог, если просто ничья будет. Я думаю, что Бельгия достойный соперник. Достойнее, чем Южная Корея. Она хорошая, пока товарищеский матч. В официальных начинаются какие-то дрожания коленками. Кто у нас забьет? Может быть, есть кто-то? Наверное, Киржаков опять. Я думаю, что Акинфеев будет в порядке. И вся сборная, она, в принципе, стабильно хорошо играла первую игру. Но, в принципе, равная игра была. Я думаю, второй будет более активная. Ну, они более атакующие, мы более защитные. Посмотрим, кто кого. Ой, сложный очень соперник. Очень сложный соперник. Если не передавят характером, то, конечно, мастерством они сильнее. Там всю сборную стоит бояться. Там, ну, Азар, компаний в защите. Ну, насколько я знаю футбол, я не особо сильно его знаю. Но знаю, что бельгийцы молодая талантливая команда. Это очень трудно будет. То есть, играть на открытых скоростях с ними наш выгодит. Я верю в наш. От Бельгии, я думаю, надо опасаться контраку. Как это там называется? Контратак. А у нас, мне кажется, сильная сторона, середина поля. Капеллов, прежде всего, делает упор на оборону. Я думаю, это правильный упор. Сохранить ворота и забить, ну, столько, сколько нужно для победы. Удачи! Сил! Сил, главное сил. Чтобы они бегали побыстрее. Нет возможности дрожать. Надо играть сегодня. Если сегодня не сыграют, то вообще будет, ну, очень большая потеря для каждого из них. Это и контракты, это и будущее, футбольная жизнь и отношения в стране. Мы умеем играть с открытыми командами. Бельгия открытая команда? Да. То есть Алжир и Корея, они закрытые команды. Бельгия открытая команда. Кто выиграет, скажи. Ладно, ребенок стесняется. Я думаю, Россия выиграет. Мы должны победить, поэтому мы победим. Ну вот, кажется так, интуиция, мне кажется, мы должны забить все-таки один бельгийца. А кто это будет? Может, Кокорин. Я думаю, наши соберутся и будет 2-0. По крайней мере, мы будем поддерживать их. Давайте. Россия! Россия!